Доброе утро! В эфире «Арсенал» с вами Дмитрий Лобейко. Есть даты и события, которые несут в себе понимание сущности и правду жизни. Они не подвластны времени и обстоятельствам, передаются через поколения с молоком матери, оберегают от ошибок и помогают строить будущее. Для белорусов таким событием стала победа советского народа в Великой Отечественной войне, отметил главнокомандующий вооруженными силами Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю яркой даты. В праздничные майские дни вся Беларусь вновь обратилась к героическому прошлому, которое сегодня освещает стране путь в мирное завтра. 9 мая 1945 года советский народ поставил точку в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Сегодня этот день – символ мужества, доблести, чести. День Победы – один из главных национальных праздников. Ведь нет в стране семьи, которую война обошла бы стороной. В Беларуси погиб каждый третий. И все же выстояли, не сломились, а потому со слезами на глазах, но праздник один на всех. Для нас, белорусов, правда и память о войне сильнее времени и границ не имеет. Мы помним наших друзей-антифашистов, героев полка Норманди-Анёма, участников встречи на Эльбе. Это предмет нашей общей гордости со всеми, кто вместе с нами противостоял фашизму. И кто еще гордится? Все народы земли должны знать, какая неимоверно высокая цена была заплачена только белорусами за мир и свободу. Вдумайтесь, свыше 300 тысяч наших соотечественников были угнаны в Германию в качестве рабов. Фактически все население такой страны, как Исландия или весь довоенный Минск. Более миллиона трехсот тысяч белорусов воевали на фронтах Великой Отечественной. Еще около 500 тысяч в партизанских отрядах и подполье. Они сражались за общую родину, стояли насмерть под Минском и Могилевым, на берегах Днепра и Березины. И каждый рубеж становился для врага Брестской крепостью. Это дорого стоит, это даже представить невозможно, что там были все страны Европы, кто танки делал, кто самолеты, кто пулеметы, кто винтовки, кто патроны. А наше государство, мы победили их. Честь и слава нашим фронтовикам. Сегодня человечество вновь у опасной черты. В разных регионах планеты полыхают вооруженные конфликты. Разжигают их ради наживы, власти, порабощения. Не жалеют ни взрослых, ни детей. Беларусь постоянно пытаются втянуть в конфликт. Запад стремится разобщить, поссорить людей между собой, разрушить страну. Минск держит удары, как 80 лет назад. Готов дать отпор. И словом, и делом. Если кто-то применит оружие против нас, мы ответим. Притом, мгновенно. Мы не будем рисовать никаких линий. Мы не Россия. В тысячи, тысячи километров. Там можно рисовать линии и чего-то ожидать. Россию, матушку, сразу не захватишь. А Беларусь, как показала последняя война, в течение месяца она перестала существовать. Сейчас будет еще быстрее. Поэтому никаких линий, никаких. Любая агрессия и ответ будет мгновенный. Как и советские солдаты, в далеком 45-м мы вместе с нашим союзником стоим на защите не только территориальных, но и рубежей нашей общей исторической памяти. Мужество воинов, героизм партизан, подпольщиков и тружеников тыла. Победа давалась с нелегкой ценой. Потому мир и спокойствие на родной земле остаются величайшим достижением. Я вспоминаю День Победы, когда мы отмечали в Ленинграде в 45-м году. Когда на всех площадях играли оркестры. Я вспоминаю, как танцевали, как эти девушки. Девушек приглашали, они приглашали. Было очень красиво, ярко-солнечный день. Такой был замечательный. К знаковым местам, мемориалам, несут цветы не только 9 мая. Но именно в этот день здесь встречаются сразу несколько поколений. Вместе с ветеранами их внуки, правнуки и те, кто не остается равнодушным к мировой трагедии. С вами наблюдаем у нашей южной границы конфликт, происходящий на Украине. Для нас это тот урок, если мы забудем свое прошлое, у нас не будет будущего. Поэтому для нас в первую очередь надо думать об этом. Что мы оставим своим детям. Первые юбилейные медали 80 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков получили самые главные защитники. Торжественная и трогательная церемония вручения наград прошла в музее истории Великой Отечественной войны. Было очень приятно выполнить такую почетную миссию. И не только как министру обороны, а как еще и внуку участников Великой Отечественной войны и вручить медаль нашим уважаемым ветеранам. Их осталось у нас не так много. В стране чуть больше 1100 человек. И это придает особую ценность сегодняшнему мероприятию и накладывает на нас особую ответственность. В праздничные дни белорусы видят свою армию не только на полигонах, но и как одну из главных участниц торжеств. Реконструкции боев, фатриотические акции, шествия, спортивные состязания, концерт. Везде в центре народных гуляний военные. Мы прошли, посмотрели концерт у вас очень красивый. Молодые ребята выступают, приятно смотреть. Поучаствовали, разбирали винтовки, оружие. Очень красивые ребята, молодые люди. Приятно, что молодое поколение растет и радует нас. Техника красивой локации, выступления, концерты. Для нас это очень важный праздник. Мы патриоты, поэтому мы ценим и гордимся нашей страной. Мы ценим то, что имеем. Мы очень благодарны нашим дедушкам, прадедушкам, тех, кто отстояли нашу страну. Мы благодарны за мирное небо над нашей головой. Любимая одна, как говорил президент, а любимую не отдают. Это фраза наша в наших сердцах. Время неумолимо идет вперед, заглушая боль, залечивая раны. Единственное, чего нельзя допустить, это забвение. Сегодня мы гордимся нашими предками, ветеранами-победителями. Мы славим их подвиг и, стоя у вечного огня, даем клятву, что сделаем все, чтобы память о них сохранить в веках. Запомните, мы приходим сюда, чтобы не повторилось страшное прошлое. Забудем это прошлое. Перестанем приходить к памятникам. Оно придет к нам. Спустя десятилетия важно помнить, какой ценой народу досталось мирное небо над головой. Хранить историю и передавать ее следующим поколениям. В эфире «Арсенал». О новостях армейской недели в информационном обзоре программы. В соответствии с распоряжением президента Беларуси в вооруженных силах проводится внезапная проверка средств носителей нестратегического ядерного оружия. В готовность к выполнению задач по предназначению приводится оперативно-тактический комплекс «Искандер» и эскадрилья тактических самолетов Су-25. Будет проверен весь комплекс от планирования, подготовки и применения тактических ядерных боеприпасов. Проверка носит исключительно оборонительный характер и призвана отладить механизмы управления войсками, обеспечить готовность воинских частей к работе со специальными зарядами. Отрабатываются и задачи укрепления взаимодействия с вооруженными силами России. Первый этап мы провели, можно сказать, порезен, но нам было принято решение, чтобы мы синхронизировались и проводили второй и третий этап вместе. Майские дни в стране наполнены яркими событиями. В центре внимания, безусловно, фронтовики. В адресном поздравлении ветеранов активно участвуют военные. Цветы и гирлянды ложатся в эти дни к братским могилам, мемориалам и обелискам по всей стране. Во всех гарнизонах проходят акции с молодежью, вело- и автопробеги, посвященные Великой Победе. В преддверии Дня Победы в Барановичах сдали многоквартирный дом с арендным жильем для военнослужащих. Несколько десятков семей получили новые квадратные метры. В течение 2024-2025 годов планируется построить более трех тысяч арендных квартир для людей в погонах. Как отмечают в оборонном ведомстве, комфортное проживание военных и их семей – залог успешного выполнения задач по обеспечению безопасности Белоруссии. В Бешенковичах военнослужащие железнодорожной бригады соединили берега Западной Длины. Переправа наведена в интересах народного хозяйства и обычных людей. В ходе тактика специального учения. Мост позволяет сократить путь на 80 километров. Это особенно важно для аграриев, которые активно используют в этом районе сельхозтехнику. Правда должна быть на виду. Актуальные вопросы фальсификации истории обсудили участники научно-практического семинара, который прошел в Научно-исследовательском институте вооруженных сил. На встречу собрались ученые из различных ведомств, политологи, историки. Субтитры создавал DimaTorzok В Москву прибыла западная военная техника, взятая в качестве трофеев бойцами российской армии в зоне специальной военной операции. Бронетехника и прочая натовская начинка украинской армии ныне экспонаты выставки в Парке Победы. Это обстоятельство вызвало очень нервную реакцию у хозяев барахла. Это развод. С вами Светлана Смык. Добрый день. В конце апреля в Москву притащили на прицепе танк Leopard 2A6. Немецкий Rheinmetall, клепающий броню и пушки, с тревогой и злостью следит за акциями компании на бирже. Летом прошлого года, когда россияне подбили первую кошку из Фатерлянда, котировки промышленного гиганта рухнули сразу почти на 10%. Демонстрация трофейного танка на поклонке рос ценным бумагам концерна точно не добавит. Берлин бубнит, что в цивилизованном мире так не делают. Это русское варварство. Путин устроил зоопарк. Еще несколько дней назад казалось, что никого глупее, чем немецкий канцлер Шольц, который попытался запретить Путину читать Канта, быть не может. Но нет предела в совершенству. Генсек НАТО Столтенберг потребовал отменить выставку поверженной техники Альянса. Для этого призыва военачальник использовал свой телеграм-канал, где сказал, что эта демонстрация обидная для блока НАТО. Всем известно, что Североатлантический Альянс не является стороной конфликта, но демонстрация техники в Москве создает впечатление не только участия НАТО в конфликте, но и поражение Альянса в этом конфликте. Россия не должна демонстрировать технику, как будто они уже победили. В интервью одному из изданий генсек НАТО добавил жару. Возможность победы России создает для НАТО гораздо больший риск, чем риск быть втянутыми в конфликт. Можно подумать, что НАТО уже не втянулось в конфликт. Как говорится, застрял коготок, всей птичке пропасть. Но вернемся к трофеям из всей техники, которую получил Киев от НАТО. На выставке не будет только британского танка Challenger. Но эти машины в район фронтовых действий еще не приезжали, они стоят на окраине Киева, готовясь к обороне. Королевство на Поклонной горе представлено бронетранспортерами Husky и Mastiff. Линейку БТРов дополняет австралийский Бушмастер, австрийский Питцгаузер 712М, американский БТР М113К и так далее. Из того, что в начале западных поставок поддавалась как вундервафф, несомненно, американская гаубица М777, она же Три топора. Британский табло и Дейли Экспресс посвятил экспозиции в Москве целую статью, в которой говорится выставка трофейной техники стран НАТО, которая начнется спустя всего несколько дней после того, как США и Великобритания договорились о выделении новых миллиардов на военную помощь Украине, выглядит как насмешка Владимира Путина над Западом. Нет, господа, это не насмешка, это узелок для памяти. Вот уже 200 лет в российских музеях хранятся штабеля наполеоновских пушек, в музеях истории Великой Отечественной войны стенды с гитлеровскими железными крестами, а на полу нацистские стандарты. После распада СССР французов и немцев перестали водить сюда. И напрасно, вот и подзабыли они о катастрофе на Березине и Волге. Напоминать надо для профилактики. Беларусь помнит и чтит каждого из тех, кто прошел огненными дорогами войны и добыл Великую Победу. В праздничные майские дни у домов ветеранов слышны звуки оркестров, а под окнами танцуют вальс молодые пары, на мгновение окуная посидевших героев в воспоминания. Майские дни 45-го. Они, как всегда, бодры, оптимистичны и сильны духом. Ветераны, многим из которых уже более века, пройдя страшные испытания войной, не привыкли унывать. Тем более, что поздравить их пришли люди в форме. Такие же военные, как и они. Несколько поколений ранее. В дальнейших условиях мы обучались и воспитывались. Против автомата мне один фронтовик хороший дал совет. Надо из наших винтов стрелять до 400 метров. Ближе уже автомат будет косить. Поэтому начали учить, чтобы за 400 метров прицельно уничтожать врага. То есть менять тактику. Во время атаки обязательно заражать оружием и на ходу стрелять. Они, как раньше, ура, на голове, каштыки. Вот эти мы все новинки старались применять. Сотни раз они могли погибнуть, но сотни раз выживали. В кровавых боях, где смерть ходила по пятам, бойцы Красной Армии бились до последнего. С упорным стремлением победить и добыть долгожданный мир для всего мира. Не больше ночи, где ты, два дочери. Могли поеду при наступлении до желания. Командир батареи, командир злого управления, где как связи вместе с ним. Начинается обстрел. И мы поняли, вот мы вместе с ним. Она уже заранее пристрелена. Ну, благодаря опыту нашему командиру батареи, мы бегом среди силы, а я сзади санкций отстал. Ну, кое-как мы выбрались. Посидевшие солдаты многое помнят и могут много рассказать о том, что такое война. Как страшно терять близких и друзей, хоронить молодых ребят. И, конечно, о долгожданном Дне Победы, который не забудется никогда. Мы все выбежали на крыше по знакомым нашим тропинкам и местам. Видели, как Москва. И мы ликовали. Стрельба, музыка. Все это слилось в одно целое. Мы целый ночь до утра радовались, обнимали друг друга. А утром встали к детям в Москве. Я помню все. От своего детства до этого времени. Такая доля выпала на наш век. Нас эвакуировали тяжелораненых в Россию. И в Днепродзержинске уже я встретил День Победы. Господи, ты мой. Время идет. Его не остановить. Все меньше с нами ветеранов. Но каждый год на вопрос о том, что самое главное сейчас, герои той войны дают один и тот же короткий ответ. Нам, дорогой сын, чтобы была мирная жизнь. Нет, не хуже. Чем война. Загибнут и солдаты, и гибнут мирные люди. Это страшно. В Белоруссии мир. Только мир. Больше ничего. А остальное все сами возьмем. От природы. Они победили, сделав невозможное. Наша задача – сохранить мир. Сделать так, чтобы и через год, и через 10 лет белорусы могли спокойно отмечать праздники и жить так, чтобы не было стыдно перед павшими. Павшими за нашу с вами жизнь. В мае фронтовые мелодии звучат на всем постсоветском пространстве. Концерт «Реквием» каждый третий прошел на Поклонной горе в Москве. В музыкальном вечере приняли участие заслуженные артисты и коллективы страны. В Москве в Музее Победы собрались заслуженные артисты и коллективы Республики Беларусь, чтобы присоединиться к музыкальной молитве за каждого третьего падшего в годы Великой Отечественной войны. Концерт «Реквием» каждый третий – дань памяти жертвам Великой Отечественной войны. Рассказ о судьбах людей, у которых отняли будущее. Композиции сопровождаются уникальной хроникой. Есть очень шокирующие кадры. Мы их не убирали для того, чтобы они придали абсолютную документальность нашей истории. Вспомнить о всех погибших, о нашей общей боли, которая объединяет нас. И сказать всем, что историю нельзя приписать, ее нельзя забыть. Это наша память, она с нами навсегда. Мы открываем все новые и новые страницы той трагедии, которую испытал белорусский народ. Сегодня с полной уверенностью говорим о том, что Беларусь потеряла каждого третьего. Сегодня мы с полной уверенностью говорим имена тех палачей, которые истребляли белорусский народ. И в рамках проводимой работы оценка этим палачам дается в соответствии с законодательством. Несмотря на то, живы они или нет. Потому что так требует история, так требует правда. В «Реквиме» принимает участие академический ансамбль песней и танцев вооруженных сил заслуженные артисты Беларуси. Руслан Олехно, Виктория Олешко, Жанет, мужской хор, Всехсвятский. Ансамбль задействован в полном объеме, много номеров, очень интересный процесс подготовки. Это вот общение, вот это вот отношение к искусству нас сплотило. И я думаю, что у нас все получилось. Для ансамбля вооруженных сил это гордость, потому что мы не только как представляем вооруженные силы, но и страну в целом. Музыкальное послание о войне воскрешает в памяти события прошлых лет. Каждая нота, каждая фраза оживляет историю, заставляя задуматься о цене мира и свободы. Песня «До конца» совместно с хором академического ансамбля песни и танцев. Это песня, которая и в годы Великой Отечественной войны, и сегодня посвящена героям, которые сражаются за будущее наших стран Беларуси и России, за будущее нас и наших детей. И в этой песне отображены все краски, те чувства, та надежда и победа, которая обязательно придет. Под куполом зала полководцев звучат как известные музыкальные композиции, так и песни современных белорусских и российских авторов. Некоторые произведения исполняются впервые. Вдохновляет память, которая есть в каждом из нас. Она живет в каждом Беларуси и является частью нашего генетического кода. Об этом надо говорить. И нам хочется говорить это и нашим гражданам, и гражданам Российской Федерации, и просто всему миру. Позволить звукам рассказать о прошлом, а открыть в сердцах новое измерение огненных сороковых. Артистам удается зажечь у зрителя яркие чувства. Шквал аплодисментов говорит об эмоциях зала. Так совпало, что мы как раз из Минска и живем, скажем так, на две наши дружественные, замечательные страны. Посчастливилось сегодня присутствовать, поэтому слушали с удовольствием и наши гимны белорусские, и российские, и песни. В концертах хожу с приятными впечатлениями, но, конечно, в слезах. Праздник, будем его помнить, и хорошо, что проводится подобное мероприятие. Уровень очень высокий, и это тот концерт, который хотелось бы пересматривать. Очень хороший концерт. Понятно, что эта победа дорого дала всем нам. Некоторые песни традиционно белорусские, но наша культура настолько смешана вместе, что очень трудно отделить. Дотронулись до сердца всех участников этого мероприятия. Есть попытки исказить историю, есть попытки ее видоизменить, и на самом деле это очень опасно. К сожалению, начинается переформатирование сознания, поэтому помнить надо, и прикладывать усилия к сохранению памяти тоже надо. В День Победы, когда земля увенчивается лентами майской зелени, мы собираемся вместе, чтобы отдать дань памяти, и через музыку, слова и эмоции передать глубокую благодарность нашим героям. В концерт «Реквием» каждый третий стал возможностью вернуться в прошлое и увидеть в лучи надежды, которые прошли через мрачные дни войны, и почти в тех, кто преодолел горе и дарил надежду на свободу. Каждый третий навсегда останется в наших сердцах и памяти мирным голосом музыки. Вы смотрели «Арсенал», с вами был Дмитрий Лавейко. Следите за актуальными армейскими новостями на сайте vntv.miu.by и подписывайтесь на наш канал в YouTube. Всего доброго, до встречи на телеканалах «Беларусь-1» и «Беларусь-24». «Беларусь-24» Субтитры создавал DimaTorzok